Именем Российской Федерации суд решил исковые требования удовлетворить, изыскать с ответчика сумму в размере 900 тысяч рублей. Это что за бред в таком глазах? Глаза бы мы и этого не видели, сказала бы Фемида по поводу такого безобразия. Зал заседания в арбитраже превратился в боксерский ринг. Ответчик, недовольный вердиктом судьи, решил биться за справедливость. В буквальном смысле. Плати базарные! Такому актерскому составу позавидовал бы любой кинорежиссер. Чужие роли участники примерили на себя ради учений. Хулиганы так вжились в образ, что кажется позабыли, что они на стороне закона. 12.33. В зале номер 7 попытка захвата судьи. Роль судьи и Буянов играют судебные приставы. Так они тренируются на всякий чрезвычайный случай. Сегодня он еще и пожарный. По легенде, нападающие сумели пронести в зал бутылки с зажигательной смесью. Судья, передайте! Если решение не поменяется, сжем суд! Судья Ольга Яковлева на самом деле пристав, но ради учений впервые примерила мантию. Все сработано очень быстро, ну и слажено. То есть вы не успели испугаться? Нет. И это несмотря на то, что ждать группу быстрого реагирования пришлось довольно долго, около получаса. А вот сам штурм прошел за несколько секунд. В этом грандиозном спектакле не обошлось без накладок. Реквизиторы и бутафоры подвели. Взорвать дверь не удалось, и актерам пришлось выбить ее ногами. Сымитировать пожар тоже не получилось. В самый ответственный момент дым-машина не сработала. Ну, кое-где теряются работники, кое-где не знают, не совсем понимают, как действовать. Но в принципе, в целом, в общем, я доволен. Учебную постановку приставов их руководство оценит позже. Но уже сейчас участникам обещают, свою порцию критики получат все. Анжела Брик, Руслан Шарафудинов. Новости 41-го канала. Новости 41-го канала.